В разных источниках вы слышите абсолютно разную информацию. Вы открываете книжку Бенджамина Грэма, и там говорят о том, Бенджамин Грэм говорил о том, что нужно обращать внимание на недооцененные акции, потому что у вас больше потенциала роста, потому что вы берете ту акцию, которую рынок случайно недооценил, и тут же вы, например, открываете видео, там портал Антона Крейла, например, который очень тоже солидный человек в инвестициях, и он говорит, что цена включает в себя все, и на рынке работают ребята, образованные ребята с компьютерами, которые очень быстро могут оценить ту или иную акцию, и поэтому если акция недооцененная, ее, скорее всего, продолжат прибивать. Если акция растет, то она будет расти, не бывает слишком дорого, не бывает слишком дешево. И вы сидите, а как же, кому верить, стоимостной анализ все-таки хорош или плох, или акция находится там, где она находится, она будет продолжать расти. Здесь опять мы упираемся, всегда нужно упираться от рисков, какой риск вы несете там или на том или ином уровне ценового, то есть что находится по фундаменту, сколько срок окупаемости акции, какие она дивиденды платит, какие у нее перспективы, какой у нее рост, что у нее по последним отчетам, вы должны вот эту всю информацию собрать воедино и ответить себе на вопрос, потому что акция Apple, акция там Google, Microsoft, это могут быть прекрасные акции, когда-нибудь она выйдет опять на свои стоимостные хаи. Но нужно ли вам в данный момент, на данном хае, при ее, например, перекупленности, нести все эти риски? А если акция упадет потом, вот как там случилось с Cisco, с Intel и с Apple в свое время случилось, и вы не смогли зайти по лучшей цене, вы просто не дождались, потому что думали, что рынок уйдет без вас. Поэтому здесь нужно всегда искать золотую середину. Дорого или дешево? Вот вам Apple, недельный график. Там был сплит, ну не будем обращать внимания, вот 31.55. Инструмент под хай закрывается, идет консолидация, здесь брать дорого или дешево, 31.55. Вы не видите фундамент, как обычно технари приходят в инвестиции. Мне фундамент не нужен, я буду смотреть на цену. Вроде как по хаям, вроде как не хочется, цена растет дальше. То есть смотрите, вот она была, 31.55, 31.55, и цена взмывает дальше в район 57-58. Здесь уже по 55.00 дорого или дешево? Опять же, по самому хаю брать не хочется, тем более, и это абсолютно справедливо, потому что, учитывая волатильность инструментов, мы видим, что каждый раз инструменты, в принципе, находят ту точку, где они будут откатываться. То есть есть какая-то средняя волатильность, в рамках которой инструмент торгуется. Но дорого или дешево брать по 57.00? В этот момент оказалось, что вы, возможно, были абсолютно правы, и вы были бы правы, когда вы ждали момент отката по акции. Но ведь как работает психология на рынке? Многие, когда видят подобные распродажи, у них уже возникают выловесов всякие мысли. Страшно брать, ведь прошли такие агрессивные продажи. Наверное, инструмент становится слабым. Что происходит с инвестором в этот момент? Инвестор идет на новостные порталы, в желтую прессу, так я ее называю. Причем эта желтая пресса не обязательно какая-то отдаленная, какая-то некачественная. Желтая пресса может быть самые выдающиеся, самые передовые издания, которые будут писать, что все плохо, следующая модель будет еще хуже, на рынке спрос сократился. Вы это все читаете, вы это все в себя впитываете, говорите, о нет, 36.45 я брать не буду. Я не взял по 57.58, я молодец. Я не возьму по 36.45. Все, акцию убьют до 25.45 или 22.75. Смотрим дальше, а дальше мы видим, что инструмент успешно одерживает 36.45 и взмывает и выше 57, и выше 81. И вот возникает риторические мысли такие. А если упущен момент по 36.45 или по 57, то уже по 81 точно поздно. И все-таки счастливчики оказались те, кто даже набрал вот здесь по 57.58, пересидел эту просадку и теперь находится вот здесь в этой цене. И опять же очень много вопросов, стоит ли фиксировать, стоит ли тянуть дальше. Или вот здесь нужно новым инвесторам заходить, смотрим дальше, 81.10, и по 80 оказывается было ничего брать цену. То есть этот пример показывает, что может быть никогда не поздно, но, как я уже сказал, нужно всегда адекватно оценивать риски. Поэтому вот здесь уже может кто-то, кто опоздал, понимаете, формируется определенное сожаление. Может быть уже сейчас надо закупаться Apple по 109, может быть мы увидим 200, может быть. Но сейчас акция фундаментально очень сильно переоценена. И вряд ли там в ближайшие два года она даст подобные отчеты, чтобы оправдать текущую цену. Поэтому всегда я, когда беру акции в портфель, я задаюсь вопросом, какова мера риска. И не только мера риска, каков потенциал относительно этого риска. Если я понимаю, что потенциал относительно риска ничтожный, то зачем мне лезть в эту акцию, просиживать вот эти вот громадные просадки. Я лучше найду более перспективные, не обязательно акции, а идеи. Дальше. Следующий вопрос, который, естественно, возникает у технорей, которые перешли на рынок инвестиций, может Мартингейл. Определенные подходы, не совсем Мартингейла, но входа, частичного входа на разных ценовых уровнях, это грамотно. Потому что вы никогда не знаете, насколько цена может пойти ниже или выше. Но здесь самое важное – это правило диверсификации. Если же брать простой Мартингейл, кажется, все красиво. Здесь взяли, здесь взяли, здесь взяли, здесь взяли. Особенно, как люди любят с плечами это все набирать. И потом, вроде как, это все смотрится очень неплохо. А что касается вот такого вот подхода, Мартингейла с плечами, один раз, два раза пройдет, в третий раз вас просто придавят где-нибудь на неудачные идеи, которые просто зависнет или упадет вновь. И второй вопрос, естественно, у вас будет всегда возникать, а где фиксировать? Где фиксировать позицию? Когда выходить? То есть на это нужна математика. Четко прописанная математика, ваши ожидания от портфеля, что вы хотите видеть по портфелю, какие вы закладываете цифры, чтобы потом не было сожалений. А что касается Мартингейла, опять же возвращаемся даже вот в акцию, которая не мертва, это ExxonMobil. Смотрите, вот вы, например, набирали бы, набирали ее, вот ваш average price получилась бы, цена вот находится по 37.45. И выше она не пошла. Я брал в определенный момент, когда не впадало до 8 долларов, в Chevron я его фиксировал уже, и ExxonMobil тоже брал, у меня частичка еще осталась, потому что компания оказалась как раз недооцененной. Понятно, что инфляция нефть раскрутит рано или поздно на свои уровни, и компания вернется к своим прибылям. Это не авиаперевозки. Нефть не будут раздавать как воду, как бы там ни было, производство, переезды, перевозки, очень многое зациклено на нефть. Поэтому свою стоимость где-то нефть поправит в соответствии с этим и ExxonMobil, и Chevron тоже рано или поздно начнут набирать высоту. Но что в этих акциях приятное, даже находясь вот здесь, вот когда вы сумели взять вовремя акцию, и даже если акция пойдет ниже или будет торговаться где-то на этих уровнях, компания платит очень неплохие дивиденды, порядка 6%. То есть можете посчитать, сколько за год 6%, то есть буквально там за 3 года вы получаете просто на дивидендном доходе неплохую отдачу. Но если вы с плечами, особенно Мартин Гейл торгуете, то вы понимаете, как разгоняют торговые стратегии, и куда они потом пропадают. Опять же, из варианта не может быть. Обычно вы видите пример Nikkei, GPN 225, если через CFD брать, который там 20 лет все никак не может покорить все новые хаи. В альтернативу вы видите S&P 500 или NASDAQ, который все выше, выше, выше идет. И опять же, к вопросу не может быть. Вы берете NASDAQ по хаям, инструмент продолжает расти, вы вроде себя чувствуете очень неплохо. Но вспомните 2000 год. Может ли такое быть? Может, потому что могут перезагрузить, легко могут перезагрузить рынок, как только начнет развиваться инфляция, как только ФРС будет вынуждена поднимать процентные ставки. Даже если брать не отдельную акцию, вот как мы рассматривали ExxonMobil, а европейский индекс, это европейский индекс, Euronext 50. Посмотрите, начиная с 2009 года, по сути, мы никуда не идем. Просто инструмент находится в рамках диапазона. Может ли европейский индекс вдруг начать опережать американский? Может начаться распределение, например, с пользой японских компаний, европейских компаний. Если вдруг придет осознание, что американский рынок несколько перегрелся, будет расти чуть более скромно, а европейский рынок догонять. Но не в этой ситуации. Очень сильно Европа пока пострадала на пандемию, очень сложно выходит из пандемии. У нас сразу появляется несколько проблемных регионов. Испания, Италия, опять же Греция, которая только-только начала вылазить из кризиса. То есть, та же Италия, если не назвал. То есть, много проблемных регионов. Вместо того, чтобы брать пухаям или в надежде после прочтения статьи о каком-нибудь модном IPO или перспективах акции, прежде всего, прежде всего я даже выделил слово, задайтесь вопросом риска. Риски – это прежде всего. Каковы могут быть перспективы роста акций по фундаменту? Как акция реагирует на рынок? Сильнее или слабее рынка? Никогда не торопитесь схватить недооцененную компанию, потому что она недооцененна. Вы должны еще посмотреть, как она ведет себя по отношению к рынку. Если она устойчива, если в ней сильный фундамент, то она действительно, скорее всего, оказалась недооцененной. Акции стоимости надо брать крайне осторожно. Это может быть все еще слабая акция, которую продолжают убивать при малейшей коррекции. И опять же, вы задаетесь в любом случае вопросом, насколько диверсифицирован ваш портфель, насколько распределены в нем активы. То есть, не один инструмент какой-то. Вы должны себя максимально обезопасить с любой стороны. Прежде всего, это безопасность капитала. Это сохранность капитала. Опять же, есть ли некоррелируемые группы активов, таких как облигация, золото или сырье у вас в портфеле? Какой баланс каждой группы в зависимости от рынка вы готовы выделить? Потому что все берут там трафарет, который доступен в интернете и, не думая, начинают действовать по трафарету. Все зависит, опять же, от рынка. Если бы действовал единый трафарет, то просто робот бы сидел на рынке и выпил бы все это. Но вы, насколько знаете, роботы подстраивают, перестраивают, перенастраивают, они перестают работать, их опять запускают. Почему? Потому что рынок меняется. Меняется волатильность, меняется интерес в инструментах. Одни перегреваются, вторые становятся недооцененными. И задача ваша как трейдера, как инвестора – это как раз найти ту золотую середину баланса вашего портфеля и найти те инструменты, которые будут интересны с точки зрения, прежде всего, риска и потенциала. То есть риск-потенциал. Вот он портфель Ray Adalio, из него что-то делают сакральное. Если кто-то находит, говорят, я нашел там чудо, которое никто не нашел, у меня есть то, чего нет у других. Я нашел структуру портфеля Ray Adalio, который, наверное, только можно где-то на курсах приобрести. Нет, портфель Ray Adalio, пожалуйста, набирайте на английском или на русском, найти портфель Ray Adalio или Ray Adalio Allocation, и вы находите Asset Allocation, an ATF по всепогодному этому известному портфелю Ray Adalio. Ничего нет секретного, он в общедоступном есть доступе. Как он выглядит? То есть вот она разбивка. 40% облигации, там по 7% золото сырьевая группа и 30% на акции. Вот она, это разбивка, только здесь вместо SPY, VTI Vanguard, TLT, 3-7-летние облигации, GLD и GSG. И представьте теперь, 40 плюс 15, 55%. У вас на облигации 55%. Мы еще вернемся сюда. Потом вы заходите в облигации TLT, вы смотрите, что мы находимся в каком-то там диапазоне, 155-170, прекрасный диапазон, почему бы не взять, тем более Ray Adalio вроде как сказал, что 40% можно набирать. Такая же история по EF, вы взяли 55% здесь и по этой цены, потому что так сказал Ray Adalio. Но знаете, что самое интересное происходит? Очень много вебинаров, очень много речей по поводу того портфеля Ray Adalio, но почему-то люди ленятся зайти на сам asset allocation, что находится у Ray Adalio и как он распределяет активы. И когда вы начинаете заходить именно на официальные источники по Ray Adalio, прежде всего 5 миллиардов, почти 6 миллиардов долларов у него на управление. Это для осознания величины этого человека и величины его фонда. И мы видим, что он увеличивал долю в SPY, в золоте увеличивал. Но я вот не вижу, не вижу абсолютно здесь облигаций. Еще чуть раньше я заглядывал, облигаций в его портфеле было порядка 2 или 4%, не 56, 2 или 4%. Открываем другой ресурс, смотрим, что у него на другом ресурсе. Вот у него Price Performance History есть. Вот она рыночная просадка была вместе с Ray Adalio. И мы видим, что в принципе он разместил свои средства гораздо лучше, чем сделал S&P 500. Это что, holding summary, сколько средств у него. Мы видим, что пиковое значение было 15 миллиардов, пошел отток некоторый. Но все равно остается очень большая доля у него на управлении. И опять же смотрим, SPY 26%, GLD, iShares 8,7%, International, интернациональная компания 7,5%. Эту долю он очень сильно уменьшал. У него, по-моему, было порядка 15 или 20%. И даже, по-моему, бразильские или мексиканские были ETF-ы. iShares Gold Trust 4,5% золота. Опять же, видите, 4,5%. И 15, 4,5% и 15, 19%, да? 19%, да? А что у нас здесь написано? Давайте посмотрим. Смотрите. 7,5%. Опять возвращаемся сюда, смотрим. 15,3% и 4,5% и уже не 7,5%. То есть структура портфеля, она может меняться. И она будет меняться в зависимости от того, что происходит на рынке. Али Баба еще взял. iShares Trust китайский Latch Cap компании 3,2%. Еще китайский, то есть 5,7% на Китае у него. Развивающиеся рынки. Все. Видите? Облигации больше нет. Хотя я разоглядывал еще пару месяцев назад. Облигации там было порядка 4%, потом до 2 сократил. То есть вот вам структура. Достаточно просто зайти, поинтересоваться. И она не обязательно будет соответствовать вот этой схеме. У меня сейчас GSG группы набрано на 20%. Хотя здесь написано, например, 7,5%. В момент, когда нефть стоила 8 долларов и ушла 8 долларов, я по максимуму начал выходить из акса, которые дали неплохой прирост. И моя доля в GSG составляла порядка 90%. То есть почти весь портфель у меня был перемещен в GSG группу. Мы всегда оцениваем риски к потенциалу. Поэтому структура портфеля может меняться.